Дело без тела. В Могощинском районе мужчину осудили за убийство, а тело жертвы не найдено. Лучшие стилисты, имиджмейкеры и фотографы, звоните нам. На Запт-ТВ готовится к старту новый уникальный проект «Бьюти-команда». Все на пикник. Читинцы убедили, что красивый город – это мы сами. Масштабный праздник прошел на обновленной площади декабристов. На скамье подсудимых 29-летний Максим Батищев. Скоро будет два года, как он находится под стражей. Максиму инкриминируют два преступления. В первом эпизоде его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть женщины. Во втором – в поджоге дома жительница Могощи в октябре 2016-го. Все доказательства противоречивы. Все показания, которые давали свидетели, только в пользу моего подсудимого. Единственным вещественным доказательством по делу стали туфли Батищева с каплей крови убитой женщины. Однако защитники подвергли его критике. По словам адвокатов, экспертиза вещдока была проведена с нарушениями. И в итоге, после того, как было принято ходатайство адвокатов о повторной экспертизе, вещественное доказательство вовсе исчезло из здания суда. Каким-то волшебным образом данные туфли. Скажите мне, из зала суда может ли что-то уйти? Если это зал суда, это комната вещественных доказательств, каким образом ботинки могли уйти, и кому это было выгодно. Нам-то было выгодно о том, чтобы провести данную экспертизу, потому что мы ее, получается, добивались в течение года с лишним. Второй эпизод, который инкриминировали Батищеву позже, по версии обвинения, произошел за год до первого, в октябре 2015 года. Это убийство еще одной женщины Натальи Антуфьевой. Правда, тело ее так и не нашли, зато появились свидетели, которые, как рассказали адвокаты, давали противоречивые показания. По словам этих людей, они не только наблюдали случившееся, но и совместно перевозили тело к реке Амазар. Даже потерпевшая сторона, родственники убитой, недоумевают, почему же и они не сели на скамью подсудимых, как соучастники. Они же как и присутствовали там, и увозили ее, и выбрасывали они в речку. Где они есть, почему они ответственности не несут? Медицинская экспертиза при отсутствии тела дала заключение о трех разных причинах смерти Антуфьевой. В доме Батищева, где по утверждению произошло убийство и все было залито кровью, эксперты не нашли никаких следов. А после того, как женщина была якобы убита, несколько знакомых людей видели ее в чете и даже с ней разговаривали. Искали потерявшуюся, они никакой трупа нету, ничего нету. Это мы по поводу, как из Антуфьевой? Да, Антуфьевой. Они ее не ищут. Они нашли подставных свидетелей, как в 1937 году. Три свидетеля без трупа они могут осудить. Сейчас у нас такой закон. Куда угодно, пойдем дальше, дальше, дальше. Куда угодно. Даже попрошу политическое убежище в Англии и поеду туда, как Скайпаль. Будем добиваться там, чтобы на весь мир узнал. От каких-либо комментариев сторона обвинения отказалась. Могочинский районный суд вынес наказание 15 лет в колонии строгого режима. Стоит отметить, что подобные случаи, когда убийство есть, а тело не найдено, уже бывали в практике судов. Как нам сообщили в краевой прокуратуре, приговор пока только провозглашен, но еще не вступил в законную силу. Родные Батищева могут обжаловать его. А прокуратура подробно изучит и доводы защиты, и доводы обвинения. Поэтому ставить точку в этой запутанной истории пока еще слишком рано. Дарья Юринская, ЗАПТ-ТВ Проблема детских садов в Забайкале касается не только родителей и их детей, но и предпринимателей. Напомним, согласно постановлению администрации Читы, субсидирование от государства получают только те частные дошкольные сады, которые посещают дети от 3 до 7 лет. То есть установлена четкая возрастная планка. А что же с теми, кто, например, принимает малышей от года? Права предпринимателей решила защитить Забайкальская торгово-промышленная палата. Ее сотрудники уверены, возрастной критерий введен искусственно. Он ограничивает и нарушает права предпринимателей. От ущемления прав предпринимателей мы как раз и указываем, что, ребят, принимая этот закон, вы не даете субсидий тем предпринимателям, которые занимаются с детьми от года до трех. Только от трех до семи. То есть они ущемлены в правах. Закон приняли, не учтя нашу права. В июле в администрацию города Союз Сабайкальская торгово-промышленная палата отправил свое правовое заключение на проект постановления. Однако на решение чиновников это никак не повлияло. Будем требовать, чтобы эти законодательные акты или положения были нам представлены гораздо раньше, чем сейчас. То есть нам отправляют сейчас бумагу за пару-тройку дней до принятия. То есть, соответственно, уже наше какое-то резюме по этому поводу уже практически не может повлиять. В Забайкальской торгово-промышленной палате сообщили, работа в данном направлении продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока предприниматели их не услышат. Гулял Хасова, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ. В минувшие выходные представители торгово-промышленной палаты Забайкальского края принимали гостей из Манчжурии. Эта встреча первая, но плодотворная. Обе стороны поделились своим опытом и предложениями дальнейшей уже совместной работы. Нам необходимо улучшить информированность участников этих рынков. Мы бы хотели предложить, чтобы рассмотреть возможность взаимообмена информацией и требований выхода на рынки. Предложения Андрея Банщикова вполне реальны. Не стоит забывать, что торгово-промышленные палаты наших стран оказывают реальную помощь предпринимателям. А значит, сотрудничество Читы и Манчжурии способно стать новым этапом в развитии российско-китайских отношений. Также гостей интересовала тема развития туризма. Я знаю, что в Китае сейчас очень популярно использование электронных платежей через телефоны. В России, к сожалению, не везде поддерживаются эти системы. Мы совместно с торгово-промышленной палатой Республики Бурятия уже начался вопрос обсуждения с Внешторбанком и с другими банками именно по внедрению китайских платежных систем. Власти региона давно и много говорят о необходимости выхода на рынок Китая со своей продукцией. В Забайкальской торгово-промышленной палате хотят от слов перейти сразу к делу. Перспективы у нас всегда были и будут. И сейчас мы более тесно такой разговор повели о том, что есть взаимодействие бизнеса китайского и российского в лице Забайкальского края. В результате этой встречи мы договорились о том, что будем создавать информационное поле общее с созданием списков предпринимателей и продукции, которую будем реализовывать из Забайкальского края в Китай и из Китая в Забайкальский край. Сегодняшняя встреча в рамках торгово-промышленной палаты Забайкальского края позволила нам лично познакомиться с представителями торгово-промышленной палаты провинции Манчжурия, что в будущем нам позволит найти новых партнеров, может быть, улучшить работу с существующими, чтобы сделать работу нашу более эффективной и взаимовыгодной. В самое ближайшее время ответный визит своим коллегам из Китая нанесут забайкальцы. Подробный репортаж об этом вы обязательно увидите в эфире. Наталья Протаковская, Максим Лобачёв, ЗАП-ТВ Желаю вам, родным и близким пограничникам, здоровья и счастья, достойной, светлой и хорошей жизни. Благодарю за внимание. 27 августа – день образования пограничного управления ФСБ в Забайкалье, праздник особый. Протяжённость границ Забайкальского края составляет более 2000 километров. На площади пограничников состоялся торжественный митинг, посвящённый 88-й годовщине со дня образования Краснознамённого Забайкальского пограничного округа, ныне пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. На торжестве присутствовали и первые лица города. Сегодня праздник для пограничного управления ФСБ России. Сегодня праздник для всех читинцев, забайкальцев. Потому что пограничники – это особая профессия, она особо ценится в Забайкальском крае. На протяжении этой всей границы служат, несут службу свою достаточно достойные, мужественные, профессиональные люди, которые охраняют рубежи Родины. Минутой молчания и возложением цветов почтили память о павших бойцах. На защите границ стоят не только люди. Передовое современное оборудование зорко следит за тем, чтобы в стране сохранялись порядок и спокойствие. Это люди, использующие в охране границы самые высокотехнологичные системы и устройства. Сегодня пограничником может стать каждый при наличии определенных требований. Современный пограничник – это пограничник, обладающий высокими качествами воина, защитника, имеющий в своем арсенале багаж знаний, позволяющий им успешно противостоять противнику, нарушителю и решать задачи по обеспечению пограничной безопасности. Главные герои этого праздничного дня – ветераны пограничной службы. Они всегда готовы дать мудрый совет молодому бойцу поделиться опытом, который бесценен. Охрану государственной границы ведет не только пограничные войска, но и весь советский народ. Пограничники Забайкалья, находясь на рубежах Забайкальской границы, вместе с гражданским населением, осуществляют безопасность наше Отечество на рубежах Забайкальского края. Поэтому сегодняшний праздник – это не только праздник пограничников, но и праздник всех граждан Забайкальского края. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ Вот такой вот новенький шлагбаум появился сегодня в центре Читы, хотя совсем недавно его судьбе точно нельзя было позавидовать. Двое неизвестных закрутили узлом шлагбаум, который ограничивает въезд на парковку к зданию правительства Забайкальского края со стороны улицы Бутина. С места преступления злоумышленники скрылись, пока их личности не установлены. Всего за несколько часов ограничительную конструкцию заменили. Сейчас парковка правительства работает в прежнем режиме. Шилова стоит. Такую СМС этим летом написал и получил каждый четинец. Произнес каждый водитель и пешеход. Бесконечные раскопки ТГК продолжаются. Попытки автолюбителей объехать перекресток улиц Шилова и Новобульварной приводят к новым пробкам уже на других участках. Ужасно мешает, конечно. Весь город перекопали. Вообще, такая нагруженная дорога очень сильная. И полностью ни одной полосы не оставили, перегородили. Это вообще попустительство местных властей. Я вообще в шоке, конечно. И ладно бы что-то двигалось, а особо темпа-то не видно. Вальяжно как-то они себя ведут, строители. Да, конечно, мешают. Вот так приходится по дворам бежать. Центральную улицу перекрыли и что-то работает слабовато. До этого было перекопано все. Они могли вполне регулировщика поставить, чтобы движение как-то разрулить, допустим, как на пересечении Красной Звезды, Ковыльной, допустим. Вот так же. А тут получается как-то не очень. Вот сейчас посмотрите, хоть один гаишник есть, где трудностей их нет. Сплошным потоком машины едут через дворы, разбивая без того убитые дворовые дороги, поднимая пыль и не только. А вы посмотрите о безопасности, какая речь. Дворы и здесь интенсивное сейчас просто движение. Чтобы сюда попасть, вот полчаса сейчас с главной улицы пыталась проехать. Если Новобульварная не была перекрыта, то перекрыта Шилова улица. Ездят машины от этого сосновые деревья. И все растения, все, что на этой стороне вы видите, видите, как там хорошо и как здесь нет. Потому что загазованность, пыль и растения погибают. И получается в квартирах и окна, и вообще все в пыли и грязь. А потом это двор, здесь дети ходят. Это очень опасно. Вот сейчас вы видите, что никого детей нет. Потому как родители боятся детей сейчас во двор выводить. Потому что за детьми не усмотришь. Они бегают, а у нас здесь получается целая трасса. У нас дети здесь, мы боимся за детей. Стоим вот и держим. А теперь они здесь ездят. Конечно, неудобно. Вообще пусть они перекроют, чтобы они сюда не ездили. Как-то можно же это сделать. Вот туда ехать. А что здесь? Вы представляете, что это такое? Пока еще никого не задавило, но явно страх-то есть. Ну, очень все, конечно, печально. Потому что уже роют два месяца, невыносимо не проехать ни на работу, ни с работы. Это, не знаю, это каждый год начинается и завершиться не может. Такое ощущение, что золото партии ищут. У нас вот это вот уже на протяжении второй месяц ничего не делается. Ребята как бы не думают сворачиваться. Я думаю, что работы затянутся, исходя из опыта улицы Пашилова. И тротуары, посмотрите, какие они сейчас асфальты оставляют. Это просто вручную забрасывают понарошку асфальт, чтобы прикрыть, вот это вот, глаза замазать, так сказать. Вы знаете, как бы то ни было, всегда будут недовольные люди. Ну и мы в том числе. Конечно, это мешает. Просто опять к тому, что от этого никуда не денешься. Я думаю, для того, чтобы зима была не такой бедственной, как обычно у нас это бывает. Ну, единственное, нужно было, наверное, начать пораньше это все. Ну, я думаю, до холодов они не управятся. Это как обычно. ТГК-14 не считается ни с людьми, ни с природой. На одной из улиц 22 августа они уже вырубили деревья. Компания работает в городе, как неопытный стоматолог, оставляя во рту пациентов только дырки и неприглядные пеньки. Наталья Протаковская, Анастасия Шадрина, Владимир Николаев, ЗАПТ-ТВ Кто бы мог подумать, что за два года на месте такого парка декабристов появится вот этот. Стильный, уютный, с чистым газоном. Здесь смело можно устроить пикник и даже лечь на траву. Правда, пикник бывает и не совсем обычным. Читинцы убедились в этом сами. Прийти не в гости, а к себе домой. Сделать праздник своими руками. Такова цель пикника, который прошел на минувших выходных в парке декабристов. Без дела и вправду не остался никто, особенно дети. Тут и мозаику собирали, и в робота выиграли, и самолеты вырезали с пенопласта. Детский городок Картон-Лэнд стал одной из самых ярких площадок. Всего за полчаса маленькие строители возвели здесь целый городок. С домами, магазинами, машинами и деревьями. Осталось дело за малым добавить у вас самых ярких красок. Папу тоже не сидели сложа руки. Кикер футбол взбодрил каждого. А вот женщины наоборот выбрали развлечение спокойное и полезное. Гвоздь программы и просто любимцы вечера – танцоры Нонна Немерова и Александр Красильников, которые добавили вечер огня. В свои 83 года Нонна Дельяновна полна сил и энергии и умеет, несмотря ни на что, радоваться мелочам. Вот первый счастливый день был, когда мы 16-летним первое место заняли. А второй счастливый день был, когда скобзоном стояла на одной сцене, играла, мы с ним пели «Старый клен». И как он вам? Ну как? Он сказал мне, а вот коллега моя, да еще с аккордеоном. Симпатичный? Хорошо, мы с ним смотрелись. Четинцы с пикника забрали с собой не только незабываемые впечатления, но и подарки. К примеру, всем желающим дали возможность посадить комнатный цветок и забрать его домой. К слову, горшки тоже собирали сами. По вашему мастер-классу огромная очередь, в общем, очень много людей. Как вы считаете, почему, с чем это связано? Ну, наверное, с тем, что все-таки растения любят все. Взрослые, дети. Также детям очень интересно попробовать себя в роли конструкторов изготавливать эти цветочные горшки, которые, к тому же, еще и экологически безопасны. Во-вторых, на этих деревянных горшочках изображен наш слоган, слоган нашего корпоративного волонтерства «Понеслось». Что это означает? Ну, вообще, на самом деле, у нас любят шутить, что это «Понеслось». То есть, такие веселые, безбашенные волонтеры. Основная идея праздника в том, что праздник делается руками самих горожан. Мы в этом году запустили конкурс социальных проектов в Чите. И вот победители этого конкурса, по большей части, являются организаторами площадок. Делают вот этот праздник для своих сограждан, для того, чтобы жизнь в городе кипела, была наполнена интересными событиями, мероприятиями. Вот уже 4 года компания «Норильский никель» проводит пикники в разных уголках России. Заполярный, Манчегорск, Норильск, Чита. Доказывая, что красивый, чистый и интересный город – это мы сами. Помните, мы начинали с реконструкции площади декабристов, которая перестала быть местом отдыха для забайкальца. Поэтому первым этапом ее реконструировали, создали территорию для того, чтобы здесь любые возрасты могли собираться, чтобы было интересно. И сами предлагаем свои мероприятия, которые приносим и будем приносить на эту территорию. Гуля Алхасова, Анастасия Шагрина, ЗАПТ-ТВ. Облако, пудры, запах губной помады, блестки и яркие образы. В новом телевизионном сезоне на телеканале ТНТ ЗАПТ-ТВ премьера. Стартует новое реалити-шоу «Бьюти Команда-2018». Наша съемочная группа сегодня пообщалась с ведущими самой красивой интриги предстоящей осени. Анастасия Пляскина, фотомодель, стилист-визажист, мама троих детей и амбициозный шоумен Юрий Черепанов докажут. В столице Забайкальского края живут самые модные фотографы, талантливые визажисты и профессиональные имиджмейкеры. Проект «Бьюти Команда» создан для того, чтобы выявить новых креативных, активных, творческих людей, фотографов, моделей, визажистов. Вытащить их в наш век Инстаграм из Инстаграма и показать их по телевидению, чтобы их узнали, увидели и оценили не только аудиторию Инстаграма, но и, в общем-то, люди, которые смотрят телеканал «Зап.ТВ». Участников мы будем отбирать с помощью кастинга. Сейчас мы уже запустили промо-акцию, где мы знакомимся с ними дистанционно с помощью анкет. Затем придет кастинг, где мы отберем 10 команд, в каждой из которых будет один фотограф, один визажист и одна модель. И в процессе самого проекта еженедельно мы будем прощаться с одной из команд и в результате выберем самую мощную, лучшую, сочную, которая станет «Бьюти Команда» в Север-Руссии 2018 года как минимум. Для Анастасии и Юрия проект – новая ступень в жизни, но штурмовать ее они собираются с самым позитивным и решительным настроем. Мне кажется, любое участие располагает каким-то переменам. Буду стараться выглядеть бьютишно. Я готова, мне это очень интересно. Я думаю, что у нас с Юрой получится сделать что-то новое и вдохнуть в наше телевидение и жизнь Забайгальского края какую-то новую, хоть маленькую, но искру. Маленькую Ксюшу привезли в больницу 3 июля с диагнозом «желтуха». На это указывал характерный цвет лица и общая вялость. В течение месяца девочки проводили обследование. Однако предполагаемая болезнь не подтвердилась. Оказалось, ситуация гораздо серьезнее. У ребенка врачи подозревают врожденную аномалию развития желчного пузыря. Данным диагнозом необходим более точный комплекс методов обследования, которые могут быть проведены только на центральных базах, а именно в городе Москва. Нами уже был оформлен запрос на центральные базы и получены результаты, по которым выявлено, что данному ребенку необходимо в дальнейшем будет трансплантация печени. В условиях нашего края это сделать невозможно, поэтому необходима госпитализация в город Москва. И при непроведении данной операции у ребенка прогноз для жизни, для выздоровления крайне неблагоприятный. Поэтому необходима как можно скорейшая госпитализация на центральной базе с целью уточнения диагноза и проведения хирургических методов лечения. Благоприятный прогноз подобных операций ставят на сроки до 12 недель со дня рождения. Сейчас он уже упущен на 3 недели. Ксюше жизненно необходима срочная госпитализация. Мама Ксюши надеется только на помощь неравнодушных людей и на Бога. Покрестили малышку прямо в палате. Выявили, что у нее нет желчного пузыря, нужно ехать на обследование, пересадка печени. 6 месяцев сказали с таким диагнозом живут. Мы очень переживаем за Ксюшеньку и решили покрестить ее в больнице. Прямо вызвали сюда к нам батюшку. Покрестил Ксению. Может, как-то это хоть спасет что-то. Сейчас жизнь девочки зависит только от препаратов. Из капельницы капля за капля поступает лекарство, но долго так продолжаться не может. Только оперативное вмешательство подарит шанс на жизнь. Операция по пересадке печени для ребенка бесплатна. Деньги нужны на проезд и сопровождение девочки в столице. Просим помощи у людей, кто сколько сможет, может, поможет. Девочку надо спасать, как мы без нее теперь. На вашем экране указан номер карты и номер телефона. Вы можете помочь, используя мобильный банк или передать деньги лично, связавшись с родственниками девочки. Наталья Протоковская, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова